Продолжение следует... Всего на US Mall продается больше миллиона товаров, например, более тысячи моделей кроссовок New Balance, а также джинсы Levi's и сумки Michael Kors. В целом на сайте представлены сотни тысяч позиций известных брендов, среди которых Kelvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss и другие, в том числе недоступные в российских магазинах. Также на US Mall продаются товары для дома и спорта и даже товары для здоровья, которые доставляют напрямую с американского iHerb. Недавно на US Mall появилась новая категория – красота, где собраны популярные бренды косметики и ухода, в том числе ушедшие из России. Процесс покупки максимально простой. Соберите корзину, оплатите любой российской картой, а US Mall выкупит для вас эти вещи в Америке и доставит в Россию за 2-3 недели. А по промокоду ContextDeFiSale вы получите дополнительную скидку 20% на все до 3 мая. Промокод распространяется на новые и на повторные заказы. Шоппинг в США станет еще удобнее, если скачать приложение US Mall по QR-коду на экране. Сканируйте или переходите по ссылке в описании и заказывайте брендовую одежду, косметику и товары для здоровья напрямую из магазинов Америки на usmall.ru. Так выглядят обыкновенные улицы города Орска сейчас. Тут мне начальник гаража звонит, срочно возвращайся назад, и эту дамбу прорвало. Спустя час только после произошедшего люди получили смс-ки про предупреждение. Наши мужья постоянно практически на лодках дежурят, потому что мародеров развелось очень много. Что, машины по дамбе не ходили? А кто за этим следил? Никто за этим не следил. Ну такую дамбу грызуны не прогрызут. А если ты умер, то вот. Миллион рублей. Да, значит мне надо было умереть, чтобы дом восстановить. Я не готов был, что вы здесь будете записывать интерьер, в котором будете именно говорить о том, что вас все здесь бросили. Сейчас будут искать крайних. Глубже где? Тут и или там дальше идти? Глубже? Вот тут. Всем привет! Вы смотрите ютуб-канал «Контекст». Меня зовут Илья Егоров. Я, как вы видите, в лодке. Это город Орск. Так выглядят обыкновенные улицы города Орска сейчас. Все под водой. Все затоплено водой. Магазины, жилой сектор, остановки, машины. Все смыло водой. И мы приехали сюда, чтобы передать эту атмосферу, чтобы поговорить с людьми, которые здесь живут. Кого они винят в произошедшем? Как можно было бы это предотвратить? И что делать сейчас? Но обо всем по порядку. Нашему плаванию по Орску мы обязаны вот этому человеку. Александр. Владелец рыбацкого магазина и временами блогер. Мы познакомились случайно и отправились в самый проблемный район Орска. Старый город. Вот. У нас раньше сейчас перекресток затопрился. Сейчас вроде, говорит, вода отошла. С левой стороны можно посмотреть рельсы. Там все размыло у нас. Так, сейчас я кружу вновь. И все это я отцеплю. Так. Ну что, сейчас придется вам помочь мне. Давай, выходим. Обращайтесь. Это с капустой. Капустой. У меня на машине стоит капот. Нет, я люблю травить капот. Тогда вот вы просто бесплатно раздаете. Конечно. Да. Какой вы молодец. У нас волонтер. Ну не я, а волонтерская группа. А, это вы волонтеры. Пустые, да. Это все по зову и сердце. Ну что, берем? Все, она покатила. Помогу. А чего они хотят? Зацепиться за нас? Да? Вдруг, мы тебя не заберем. Мы тебя не заберем, потому что тебя захлестнет вода. У меня сильная мощность идет. И от меня ты зном. Я тебя захлебну. В общем, у меня два гаража затонуло. Сначала один затонул, потом второй. Ну вот я лодку вытащил из одного гаража, потому что, ну, думал, сейчас затопит. На лодке надо что-то катать и все. Мы с супругой этот дом взяли два года назад. В 22-м году, 7 марта, мы в него заселились. В этом году, 7 марта, было два года, как мы живем. Пятого числа я, как всегда, полпятого встаю, и в шесть я уже на работе. Работа в первом лицее, на детском автобусе, детей по школам развозим. То, что у нас вот сейчас многие школы на ремонте, и мы детей где распределили. Где-то мы вернулись в гараж во втором часу. Все обслужили автобус, подготовили к завтрашнему дню. Мало ли что, в субботу будет. И в сущности уже собрались домой. Только переоделся, сел кушать. Тут мне начальник гаража звонит, срочно возвращайся назад. Эту дамбу прорвало. Но еще никаких официальных вообще не было? Ничего вообще никаких, ничего не было. Ни официальных, ни объявлений, ничего. После обеда мы с мужем пошли посмотреть. Было понятно, что все, нам нужно собирать вещи, потому что дамба ходила буквально ходуном. Там был огромный поток воды, и он только увеличился. После 4-го на 5-е апреля Урал вырос на метр. Очень близко. То есть уже практически были переливы через дамбу. Нам стало понятно, что это ничем хорошим не закончится. И буквально через пару часов объявлена была первая тревога. И мы начали собирать вещи. Мы даже не брали с собой вещей. Так как у нас ребенок особенно. Мы на первое время взяли лекарства, но потом, когда затопило, мужу пришлось нырять в дом. И когда уже по верху за лекарствами... То есть взяли только лекарства, да, смогли... Да, и документы. И документы. Да, мы вот уже сколько суток в одних вещах переодеться нечем. А вот в соцсетях была такая информация, что спустя час только после произошедшего люди получили смс-ки про предупреждение, смс-предупреждение. Это действительно было так? Вот такая была критика. Я не в курсе, почему. Потому что я все это время находилась на объекте здесь, в городе, в районе. СМС, я не знаю, никакого смс-ов не было. А было только вот это неприятное ощущение, когда вот эта бешеная сирена орет. У детей, у нас соседи как раз, у детей истерика. А ну, как, не то, что прям раз и этот, а ну не отключается вот эта сирена. Водит сирена. Мы находимся на улице Вязинской. Очень много людей. Стоит на рельсах прям. Смотрит, какая обстанчивка вода. По окну и подошла. Оповещали людей, уговаривали, я лично уговаривала. Люди отказывались эвакуироваться. После этого вот прошло буквально день-два, люди начали обращаться. Некоторые, мы забирали их, вывозили. Но кто-то захотел остаться. Проблем нету с тем, чтобы вывезти. Но люди хотят остаться. Тележку зачем ты забрал? Тележку ты для чего забрал? Одна из причин того, почему люди до последнего не хотели покидать дома – это мародеры. Мародерство очень распространено. Мы все переживаем. Наши мужья постоянно практически на лодках дежурят. Потому что мародеров развелось очень много. К сожалению, как много людей помогают, так же много людей пытаются нажиться сейчас в этой ситуации. Ну, конечно, все этого боятся. Но этого мало. Этого мало, да. Бывает, но мало. Как вы думаете? Ну, вообще показали, что… Народ просто вот себя проявил вот настолько, знаете, вот настолько отзывчивой люди. Ну, она там этот… Ее никак там не вытащить ее. Я сейчас залезу по дереву так. Она спрыгнет. В общем, кошка забралась на дерево, пытаются спасти кошку. Их две было кошки. И вон там две их сидит на дереве. Осторожно. Как бы сам блин упал. Одна вторая наверху, одна на дереве. А вот белую. Да, белую тоже. Ну да, я вижу. На белую. Ты видишь, да, белую? Да, но белая добродушная. Она сейчас в руки дастся. А та нет. Та сидит. А что там рассказывает? Там по крыше. По крыше, да? Да. А у нас полосная. А у нас полосная вода. Ну, сейчас уже ушла, наверное, только на полу, мы думаем. И вы сказали, у вас там собака осталась? Собака на мансарде, да. Да, да. Где-то там много сансе. Ну, где-то воды примерно метра полтора осталось. И мы не знаем там, где она, я бы куда-то убежала. Вот тут хожу, сейчас смотрю, может, где-то тут привозили животных. Но они тоже разбегаются. А про выплаты какие-то слышите? Да, у нас уже собрали через МФЦ. У нас были представители МФЦ. И сколько вам полагается? Ну, что-то там говорят, что так слухи ходят, что, в общем-то, 50 тысяч может быть в лучшем случае. Мы только в декабре 23-го года заехали в этот дом. Мы вложили в него 12 миллионов. Понимаете? У меня остались многомиллионные обязательства перед третьими лицами. Я как сейчас людям скажу, что я не отдам тебе долги? Мои дети, грубо говоря, на улице. Я на улице. Конкретно по моему дому по половине окна мягкий уголок плавает. В спальне кровать, тоже спальный гарнитур плавает. И сколько этот дом стоил? Мы его взяли за два с половиной. Два с половиной миллиона, а сейчас обещают... И ремонт сделали. Где-то мы, наверное, сколько лимона? Миллион триста, наверное, вложили. Ну, там внутри все, полы поменяли. То есть почти четыре миллиона. Да. Я прописан здесь, но с женой мы же живем там. Вот. Ей одной – двадцать тысяч. И все. И, как я понял, как ей объяснили, то, что дом не полностью затоплен, а частично, извините, может, вы даже ничего не получите. Сейчас еще ничем не помогли. В данное время никто не поинтересовался, где мы и как мы с особенным ребенком проживаем, в каком состоянии. Никому не интересно. Даже если нам выплатить по сто тысяч на человека, у нас в доме проживает два человека. Двести тысяч. Еще нам обещают выплатить единоразовые выплаты по двадцать тысяч. То есть это двести сорок тысяч. Представляете? А у нас дом два этажа. Сто пятьдесят квадратов. Двести пятьдесят тысяч. Что нам делать с этими деньгами? Мы просто пострадавшие. Нас не оповестили. Мы просто оказались не в том месте, не в то время. Сейчас нам предлагают принять эту ситуацию и самостоятельно восстановить свои дома. У нас, к сожалению, мы все такие. Ну, и я сам такой. У меня ничего не застраховано, ни мое, ни имущество. За границей все это застраховано. Это так, ну, должно быть и положено. У нас никто ничего не страхует. А те, кто страхует, у нас автомобили только еще более-менее еще, да. Но там даже страхуют. Там страховые компании злоупотребляют этим. Цены поднимают. Ну, как бы все. Была информация, в марте двадцать четвертого года в адрес первого заместителя главы Орска было направлено предостережение о существовании нарушений. И по последним плану прокуратуры причиной прорыва дамбы стали несвоевременно принятые меры по содержанию сооружения. Ну, то есть уже знали, что есть какие-то проблемы? 31 марта снега по колено тут ходили, и никто тут ничего не смотрел. Какая-то что-то было. Не было никаких дыр. Ну, чтобы вообще просто понимать. Из тринадцати километров был подъем всегда метр два-три. Метр два, и он всегда был такой. Понимаешь что? И дамба простояла 14 лет. Или десять лет. Мы сейчас подплываем к той самой дамбе. Ну, я так думаю, здесь глина. Нет, здесь глина и вот этот бут, камень. Вот он, бут, можно посмотреть его. Вот, крупные камни вот эти. И вот она, глина. Ну вот, ты видишь, да, глина? Вот, вот она, глина. То есть русло у нас Урала-Тама. И в каком-то месте, в каком-то месте из тринадцати шесть километров нашлась слабая дырка и пошла в одном месте. Потом раз-два-три, если не ошибаюсь, четыре прорыва. Сначала одна была, потом две, и уровень воды одиннадцать метров. На самом деле люди звонили и объясняли, что на дамбе идёт течь. Ну, я не говорю там, что, ну, люди же видят. Потому что и от нас дамба, если вот от нашего дома, смотрите, её дамбу видно, ну, по прямой, вот так вот даже дом обойти, ну, метров двести пятьдесят. Вот она дамба. А люди, вот именно где рвануло первый раз, они объясняли, он приехал, посмотрел, да это, говорит, нормально. Это нормальное явление. Третьего числа он отчитывается, дамба в отличном состоянии, у нас всё под контролем, всё нормально. Это мэр. Мэр. Постой! 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 У нас образовался такой случайный, можно сказать, стихийный митинг. То есть, поймите, люди в таком состоянии, они потеряли дома, нам некуда возвращаться. Куда нам ещё идти? Мы подошли к администрации, чтобы услышать хоть какие-то комментарии, потому что, ну, местные власти никаких обещаний нам ничего не давали. К нам вышел поговорить мэр города. Он пытался что-то сказать, но люди были настолько разгорячены. То есть, там стоял один мат просто в его сторону, требовали отставки. У людей других больше комментариев не было. То есть, диалог у нас, ну, там никакой не состоялся. То есть, он не смог взять рупор, не смог нам что-то ответить внятно. Вот. И просто из толпы выбрали несколько человек, которые готовы были на диалог. И завели нас в мэрию. То есть, мы не знали, что… Вот я, допустим, не знала, что у нас губернатор вообще в городе находится, что тем более он в администрации. Вот. Он согласился с нами побеседовать. У нас состоялся такой эмоциональный диалог, который разлетелся. То есть, телефоны все убрали? А как мы потом докажем, что нам такое… Здесь пресса есть! Вот у вас куча пресса, он теперь… А пресса вырежет! Мы сначала не выключали телефон. Мы, конечно, сказали, почему. Мы хотели все зафиксировать, потому что не доверяли СМИ. Негативно отреагировали мы на это. Ну… Пришлось выключить, так скажем. У меня была только одна цель – это донести то, что, во-первых, не надо выставлять это так, что это природные стихии, понимаете? Это череда ошибок. Я не говорю только про Оренбургскую область. Вода к нам шла с Челябинской области. То есть, там уже знали, да, что вода идет. Нельзя было такое не знать. Это… Представьте, что это… Открыли кран с бесконечной водой. И вот этот напор идет на нас. Как можно было это не заметить? То есть, очень много у нас вопросов у местных жителей к Риклинскому водохранилищу, к Магнитогорску. То есть, те ведомства знали о том, что к нам идет вода, почему мы не были предупреждены. Сейчас расходится информация по всей стране о том, что Орск знал как минимум за неделю о том, что будет наводнение, что мы не хотели просто покидать свои дома. Это неправда, это ложь. А что скрывать? А что жители сами не таскали эти камни оттуда с кирпичами? Что, машины по дамбе не ходили? А кто за этим следил? Никто за этим не следил. Свою версию прорыва дамбы высказал в эфире Первого канала Сергей Комаров, генеральный подрядчик компании «Спецстрой», которая и построила дамбу в Орске в 2010 году. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. Это такую глупость надо сказать. Про грызунов. Да. Да, да, да. Это такую глупость надо... А мы видели, как строилась эта дамба, ее завозили, сказать так. Такую дамбу грызуны не прогрызут. Мы там живем все мои 40 лет. Там же и буты, и камень, и щебень. Там в основном глина, а по бокам камень. Нет. Сейчас принцип такой, да. Сейчас будут искать крайних. В Москве найдут крайних... Знаешь, кого? Я тебе сразу говорю. Сейчас скажут, у того, кто обслуживал эту... Дамбу. Дамбу за полтора миллиона в год. 16 километров. Ну, чтобы понимали, какой-то рабочий мы 30 тысяч минимум должен получать. Ну, какой-то рабочий. Наводнение было, чтобы мы понимали. Либо до дамбы не доходило, либо доходило метр два. Она – это обычное явление. Но не... Когда она встала не метр, а семь метров, и этот поток пошел. Понимаешь, что? Ее размыло полностью. Смотри, все. Упал еще. Я первое задание сразу получил. Еду в спортклуб. У нас есть спортшкола на проспекте Мира. Так, там 4. Это у нас там лидер спортивной школы по самбо. Там надо грузить мат и везти 37-ю школу в пункт временного размещения. Прилетаю туда, в эту школу, на этот захожу. Там один тренер. Света тоже в спортзале или нет? Я говорю, а Света, что такое? Не знаю, говорит, отключили. Здесь у нас рассчитан на 67 человек спортзал. Вообще у нас комнат больше. У нас семь комнат, где находятся, размещаются люди. Общее количество мест – 229. На данный момент у нас люди начинают… Вы сейчас, наверное, видели, как раз у нас еще одна семья уезжает. Там, где дали свет, где появилась вода, люди начинают понемножку убывать. Плюс комната матери и ребенка. Там детки с мамочками находятся у нас. Кто вот это все приносит? Воду, еду? Это… Помощь идет отовсюду. Если до этого я говорила, многие интервью уже брали, я говорила, что арчане объединились. Большие молодцы. И это действительно правда. Сейчас я уже могу сказать, что у всей России нужно говорить спасибо. Помощь идет со всех уголков России на данный момент. Помощь получаем ежедневно, гуманитарную помощь мы получаем. А учителя, которые здесь работают в школе, они тоже… Они все здесь. Работает весь коллектив. Подключились даже школы, которые не стали пунктами временного размещения. Наши педагоги, они все здесь. Ближлежащие школы, дворец пионеров, 35-я школа у нас. У нас все педагоги. Мы составили график, потому что невозможно работать такое большое количество времени. Так, чтобы всем было удобно. А как-то вот местные власти помогают этому всему? Что-то… Естественно, мы ежедневно созваниваемся, общаемся. Мы все как единое целое работаем для того, чтобы нашему населению было комфортно. Здесь как у вас условия? Здесь? Да. Ну, как видите, вот оно. Мои условия. Ёлки-палки. Вот перед глазом. Чего перед глазом? Я не знаю почему. Продул. Полит голова. А я, видите, как из дома вышла вот. Вот так вот. Вот как буду по улице ходить или что? И не домой ничего. А дома целая куча туфлей и все на свете. А где вот я их теперь возьму? Как возьму? Зубы забыла ставить даже. Все вот так вот убежали. Быстро-быстро и все. Телефоны забыли. Пятьдесят или сто? А вот они, да. Все. И двадцать. Я одна живу. Я что смогу с ними делать? А если ты умер, то вот. Миллион рублей. Да. Значит мне надо умереть, чтобы дом восстановить. Сейчас вот вода сойдет, мы туда пойдем. Мы вернуться в дом не можем. Это время надо, полгода, год. Мы же не можем у чужих людей проживать. У нас люди тоже как бы не могут так долго терпеть. Уж столько времени. У нас Орск первое место занял потоку населения за десять лет. За десять лет уехало у нас двадцать четыре процента населения. Все ищут лучше. Ну на самом деле в Орске вот я живу, я не скажу, что я работодатель. У меня супруга предприниматель, у нас четыре человека работают, у нас небольшой магазинчик. Ну там не четыре, там шесть человек работают. Ну плюс мы. Не знаю, я вот приезжаю в другие города. Они в целом лучше, как бы города обустроены. Я думаю, есть бюджеты. В бюджеты ничего не закладывают. Ну какие-то там дают крохи. Ну вот я просто говорю, у нас в Орске до сих пор нету разметки. Ну вот я раньше когда-то работал в полиции давно, лет десять назад, нет разметки пластиковой. То есть она везде есть у всех. У нас в основном там частный сектор. Квартирных домов у нас не так много. У нас промышленный город. То есть у нас в центре города находятся заводы. Метеоргический комбинат в основном. То есть все связано со сталью. Сейчас в основном работают только заводы и на этом стоит город. Это отдаленный район цельных каторжников. Это город Орск, понимаете? То есть у нас вообще раньше это было градообразующее предприятие. У нас были заводы. Если бы это изначально, грубо говоря, вернуть лет тридцать назад и сделать его закрытым, мы бы жили здесь очень хорошо. Потому что у нас есть все, да? От оборонки до молока завода. Ну все растащили, все разворовали. У нас осталось что? Механический сейчас вроде как работает, да? Потому что оборонка. Оборонка, да. Никель загнули. Все остальные. Все осталось. В основном люди оборонку. Америка скажет, таких точно не победишь. В цехах нет крыши над головой у людей. Представляете? Они делают оборонку. Крыши нет на заводе. После съемок в Орске мы поехали в Оренбург. Как назло прошел сильный ливень. В Оренбург идет отток воды. И ситуацию эта, разумеется, только усугубит. Мы сейчас в Оренбурге в гостинице. Заселились рано, в 4 утра. И оператор Дима говорит мне, иди сюда на балкон срочно. Я думаю, да не может быть. Но расстояние от Оренбурга до Орска 275 километров. Но уже у нас на балконе происходит вот что. И это, чтобы вы понимали, был, во всяком случае, такой парк, лесок. Через 175 метров уже пляж, река Урал. И все абсолютно затопило. И все выглядит вот так. Эти многоэтажки построены в пойме, в низине. И здесь раньше были просто поля. Вот мы видим, все затоплено. И жители беспокоятся, что вода постепенно подходит к этим многоэтажкам. А далее идет коттеджный поселок. И туда уже дорога закрыта. Вот сотрудники ДПС стоят, перегородили дорогу. Он уже затоплен. Увеличивается подъем. Говорят, пик еще до 17-го числа может быть. Я знаю, что у меня там дом стоит. Такой летний вариант. Пока еще отопление не сделал. Уже почти всех людей эвакуировали. Вот иногда, вот я ездил пару дней назад. Это мы собак забирали, кошек, бабушек некоторых, кто сам не может. Потому что там уже такие дома. Уже жилые есть дома. Я сама лично с СНТ Соловушка. Затопления начались 4 апреля. Затем затопило полностью наше СНТ. Оно с 4 апреля находится в воде. На данный момент разливается река Урал. И затапливает данный поселок. То есть через наше СНТ выходит вода. Дальше озеро. И заполняет поселок. К сожалению, в данных поселках нет отхода воды. Нет дополнительных выходов, чтобы как-то уберечь другие дома от затопления. И вот уже мы пришли к месту, где уже мчестники стоят. На данный момент, да. То есть здесь эвакуируют людей из поселка. Дальше остановка. За данной остановкой находится озеро Коровье. И за этим озером уже лично наши дома, нашего СНТ, где проживает более 300 семей с детьми. Как бы очень много многодетных семей. Есть люди-инвалиды. И как бы все мы сейчас остались без крови, ну так скажем, без домов. Да. Дома ушли с крыши. И ваш тоже прям с крыши, да? Да. То есть сейчас заполнение воды более двух с половиной метров. Все дома наполнены водой, соответственно, техника, мебель. Ну, мы всего лишились. Этого уже нет. А вы страховали свое жилье? Лично у нас нет. У нас не было застраховано. Как бы мы никогда даже не думали о том, что такое может произойти. Мы по-другому, давайте скажем, мы как бы вот, ну, мое мнение, что СНТ, мы живем в СНТ не от того, что там у нас много-много денег там строят все. Вот получили зарплату, построили пристройку. И там уж точно, ну, мое мнение, не до страховки. У нас тоже нет застрахован. Во-первых, не все страховые компании берутся страховать жилье на нашем массиве, потому что кому-то не нужны последствия. Они понимают, что это может быть в любой момент. Так как вот мы застаны были врасплох. Администрации сказали, что сейчас ущерб оценить не могут. Да. Потому что они не могут туда пробраться. Да. Как бы мы с удовольствием можем провести их на лодках, и пусть они посмотрят. Потому что когда спадет вода, когда люди все уберут, они придут, там особо-то и смотреть будет нечего. Да. Хочется, чтобы нам обеспечили. Потом будет все в плесне, все будет в грибке. Как бы там… Еще сколько ждать, чтобы сошла вода. Я не готов, что вы здесь будете записывать интервью, в котором будете именно говорить о том, что вас все здесь бросили, вас никто не бросил. Скажите, какого числа приехало МЧС эвакуировать людей? МЧС была с первого дня. С какого первого дня? МЧС была с первого дня. МЧС и те представители, которые говорили, зачем вы здесь застроились. Лично мне, лично мне представитель МЧС и говорил, зачем вы здесь построили дома. Предлагали эвакуироваться. Мы, наверное, в другое просто живем, да? Вы, наверное, просто раскачиваете ситуацию… Мужчины, вы извините, вы, наверное, эвакуацию делали просто на камеру для галочки. Вы не виноваты в том, что это произошло, о том, что нас не оповещали. Это действительно может быть и халатность каких-то вышестоящих людей, может быть. Я думаю, что наш президент все-таки очень справедливый, и что он нас не бросит в данной ситуации, что будет помощь пострадавшим. Неважно, в каких селах и городах это произошло. Мы все в одной беде сейчас находимся. И мы очень-очень сильно надеемся на помощь нашего президента. Мы в него верим, мы за него голосовали. И думаю, что все-таки нашу проблему услышат и решат. Мы прямо призываем нашего президента, которого мы все любим и уважаем. Хоть бы одного депута, а то увидать. Вот такой публичный. За которого голосовали. За которого мы все голосовали, да. Мы надеемся, что он нас в нашей общей беде не покинул. Мы не уверены, что кто-то понесет наказание за это. Я боюсь, что расслабываться будем мы сами просто местным. Что нам делать? Потому что даже если вода уйдет, вы представляете, что там ничего не осталось. То есть это буквально обдирать все до кирпича и строить заново. А кто нам даст гарантию, что в следующем году это не произойдет? Нам обещают сейчас построить новую дамбу. Предыдущую дамбу строили четыре года. А паводок ближайший будет осенью или весной. Никто нам не даст обещание, что вода снова не придет. У нас серьезно сейчас стоит вопрос о том, чтобы... У нас так вещей нету. Просто сесть в машину и уехать отсюда. Просто в другое место. Какая разница, начинать все заново здесь или начинать заново где-то в другом месте. Это был «Контекст». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк этому видео. Ставьте лайки другим видео. Ставьте колокольчик. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Контекст». Там все самые главные новости и никакого инфошума. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал. Ваша поддержка позволяет нам продолжать работу. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»